Здравствуйте, Отец Дмитрий. Здравствуйте, Майя. Спасибо, что Вы согласились на это интервью. Это же мне самому интересно. Я приехала из Астаны, и хотела бы объяснить, почему именно я приехала к Вам, не к какому-то другому представителю. Я догадался, что ради дня рождения Наш Султана обиживаете. Ну, не совсем. Я поняла, что Вы хорошо знаете ислам, религию. Не то чтобы религию, то, что Вы говорите сегодня об исламе, очень находит большой отклик у моих соотечественников. Например, видеоролик, где Вы говорите о том, что я даже хочу процитировать сейчас Ваши слова. «Ислам сегодня подает пример истинной веры и за ним будущее». То есть Вы верно видите сильные моменты этой религии, эти характеристики точны, но у нас в Казахстане, вот мне хотелось бы все-таки сказать, ислам подчас бывает таковым, что у него, к нему те же вопросы, которые у Вас есть, к вопросу к православию, что ходят в храм для галочки. То есть не совсем у нас так крепок ислам, как Вы говорите об этом говорите. Ну, понимаете, какое дело? Я не могу согласиться. Во-первых, кто галочку эту ставит? Таких нет персонажей. Поэтому, мне кажется, это, ну, как всегда, но определенная часть безбожной интеллигенции, она сочиняет такие мифы. Неужели мода может понудить 50 тысяч мужчин встать на колени перед своим Богом? – Думаете, нет? – Нет, как это мода? Нет, это не мода, это реальная потребность религиозная. А потом, вот то, что ролики такие создали, они, кстати, распространились по всему, ну, русскоязычному населению, которое исповедует ислам. А я-то, говорю, для своей паства. Это кусочки проповеди в храме. Вот, потому что некоторые говорят там, утром и вечером молюсь. А я на это отвечаю. А в исламе, например, пять раз в ней молятся. Если когда-то христианство могло что-то предложить исландскому миру сто лет назад, а сейчас-то нечего, потому что, если ислам передается от поколения к поколению, через семью, а у нас семья разрушена. мы очень много утратили. Поэтому я, ну, как риторический такой прием. А в связи с чем утратили, как вам кажется? Как в связи с чем? Не очень великая, но насквозь октябрьская революция. Но ведь у нас общее прошлое в этом смысле. С одной стороны, да. Но с другой стороны, ислам, он не имеет структуры. И поэтому он передается только как народное предание. И поэтому роль семьи в этом гораздо больше. Уклад. И советская власть больше всего уклад разрушила русский. Перемешало все население. Мы утратили народный фольклор. Мы утратили народные песни. Мы утратили народные наречия. У нас сто лет назад Каждая область говорила на своем языке. Очень отличались. Например, Вологодский говор от Ярославского. Ярославский от Владимирского. Но образцом был московский говор. И даже для Санкт-Петербурга. И это все снивелировано. Все вот как будто дустом посыпали. Понимаете? И вот этот потом разрушена была семья. Женщину отправили на работу. Как ломовую лошадь. Потому что для нового государства семья была не нужна. Даже радикалы, коммунисты, они вообще, начиная от того, что дало и стыд, и кончая пропаганда общих жен. Что ими пользуются? По потребности. Шутка коммунизм. Это когда всем по потребности. Тебе потребно? И такая же архитектура возникла. Понимаете, какое дело? У нас ведь все равно то же самое. У нас только в этом году было... В меньшей степени. Я бы не сказала, что... Крепкие традиции семейные. Хотя бы взять... Потому что у нас самая рожающая республика это Чечня. Если сто лет назад русская женщина в среднем рожала восемь детей, обычно так, десять, пятнадцать, а восемь – это в среднем. И так далее. Была огромная цифра. Поэтому при последнем царе население увеличилось на 60 миллионов человек. А он прожил всего 50 лет. А сейчас мы не можем даже обеспечить воспроизводство населения. Поэтому в этом смысле Исламские республики, ну, кроме татарской, потому что татары сейчас уже ничем практически от русских не отличаются. Потому что, ну, близко к центру и впитали в себя именно советские. Они больше советские, чем русские. Вот. И вот, поэтому я говорил об исламе, ну, чтобы как бы ну, какую-то ревность вызвать. А я говорю совершенно отчетливо, что будущее за исламом. Потому что исламские женщины города хоть не рожают. А женщины, которые крещеные, ну, не просвещенные, естественно. Потому что они не хотят изучать свою религию. И не понимают, что дети – это счастье. Они даже бедные замуж не могут выйти. Потому что не за кого. Мужчины не хотят жениться. В Санкт-Петербурге 90% браков разводятся. У нас распадается каждый третий брак. Убейте? Каждый третий. А у нас каждый второй. А в Петербурге 90%. Представляете, насколько ушли. Поэтому ставлю в пример те, кто испоет ислам. через некоторое время это простые арифметические действия. мы увидим, что страна стала исламской. Вы имеете в виду Россию? Конечно. То есть, вы вот такая, вы думаете, просто христианство растворится в исламе? Да? Или что произойдет? Нет. Как только мусульман станет 40%, то уже с христианством будет покончено. Меня, как русского священника, это беспокоит. Почему? Потому что русский народ крещеный, он создал это государство. Если народ заменить на другой, то будет другое государство. Как в Турции. Там был центр мировой культуры, науки, архитектуры и военного дела. Это была столица мира. И что? Остался один базар. Там нету ничего. Только купи, продай и... Вы знаете, тем не менее, когда я слышала ваше выступление и ваши вот нынешние заявления, именно адресованные вашей пастве, я все время там улавливала. Очень многое из того, что вы адресовали своей пастве, очень сильно похоже на то, что порой происходит сейчас с нашими верующими в Казахстане. конечно. Просто этот процесс идет медленнее и ислам в этом отстает. Вот, например, если взять для примера Казань и Татарстан, то они догнали русских. Конечно, это процесс, но мы-то впереди планеты всей русские по абортам. А мы по суицидам. Да? Да. У нас очень... Я не знал. Детские суициды у нас очень на высоком уровне. А что, так трудно жить деткам? Да нет. Вот это тоже, мне кажется... за счет социальных сетей? Сейчас очень же много причин, которые влияют на сознание детское. Назовите две. Ну, мне кажется, это как раз-таки отсутствие духовности и внимания в семье и вот это влияние социальных сетей. Мне кажется... Потому что у нас была тоже волна. Дети прыгали с крыш. Но это люди специально организовывали, пользуясь возрастной психологией. Ну, вот их научились выявлять. У нас тоже сейчас над этим... Просто я говорю о том, что очень много схожих проблем, ментальность наша всех советских людей, она сначала советская, а потом уже этническая. И вот смотрите, если говорить, у нас тоже был мощнейший, страшнейший период репрессий, коллективизация у нас обернулась с жесточайшим голодомором, при котором умерла практически треть населения. Треть населения. И у нас тоже почему очень сильный был демографический вообще упадок, потому что во время голодомора были случаи каннибализма. И в первую очередь... Это и в России было. И в первую очередь страдало поколение девочек. То есть девочек пускали в расход. То есть целое поколение девочек не выросло, не разродилось. И вот это тоже очень сильно ударило по нашей демографической ситуации. И вот смотрите, и да, была нивелирована религия, безусловно. У нас интеллигенция была практически уничтожена вся. Вот вы согласны с тем, что этот период как раз-таки связан с тем и влияет на вот как раз-таки на те религиозные так скажем брожения или проблемы духовные, которые вот сегодня происходят на территории постсоветских странах? Конечно. Как бы вы охарактеризовали этот период? Ну как? Народная катастрофа, говоря по-гречески. Ну потому что я думаю, что ни один народ бы вообще никакую советскую власть бы не пережил. Это только вот ну у нас особый такой народ, потому что ну Россия всегда жила в тяжелых условиях климатических или там в постоянных войнах. Очень большое большую роль играет пространство. Если Николай Второй не построил в Сибири транссибирскую магистры, то она же уже давно была отрезана и принадлежала бы Китаем. Но только благодаря тому, что мы могли сибирские войска подтянуть к Москве и битва под Москвой была выгодна. Но это заслуга Николая Александровича, императора, который об этом думал, вперед смотрел. Вот. И сейчас у нас главная задача не решается. Это вот семья. Конечно делаются большие шаги, но эти большие шаги они вот в целом не решают проблемы. Мы никак не можем выйти на уровень ну хотя бы 2,1 ребенка. Все равно мы вымирающая нация и старая. Сейчас поэтому назрела проблема с пенсионным фондом, с отодвиганием пенсий на более поздний срок. Вот. А тут конечно в отношении религии я иллюзий не питаю. Если было бы там больше мечетей, то они бы, наверное, были пустыми. Потому что, чтобы постичь ислам, нужно очень быть образованным человеком. Для того, чтобы выучить арабский язык нужно много лет. А тем более такой сложный текст, как Коран. И поэтому, конечно, знание ислама, оно весьма поверхностное. А как вы считаете, вообще, в чем его преимущество? Почему сегодня ислам впереди? По какой причине? Ну, такой чисто технической. В силу того, что вот эти тенденции отрицательные, они в меньшей степени развиты, чем вот в России, допустим. И потом, ведь очень ценно, никто не отрицает роль русской интеллигенции, которая приехала жить в Казахстан, в общем подъеме культуры. Конечно. Казахи были научены строить государство. Даже вот лидер Нурсултан Абишевич, он дитя вот этой культуры нашей советской, в которой вот этот компонент русский, ну, про литературу. Если бы вдруг Казахстан пошел бы путем Украины, к чему бы это привело? Казахстан бы выпал из мирового процесса. Вообще. Он бы остался без литературы, без музыки, без балета, без театра, потому что это все не свойство древней культуры Акынов. Но благодаря тому, что соседствовала вот эта культура, мы имеем и эстраду казахскую, и оперу, и балет, и все, и архитектуру, и все, что угодно. И это, ну, и вообще сам русский язык. Если человек владеет двумя языками, он вдвое умнее. Знать тюркский и знать русский. А через русский язык доступ к английской, французской, немецкой, испанской литературе. Читай хоть Гарсио Лорку, хоть Викторию Гюго. И потом вся математика, вся химия, вся физика через русский язык становится доступна любому казаху. А попробуй на казахский все это переведи. Отставание будет на сто лет. И, конечно, если вот, не дай бог, какая-то катастрофа произойдет, тоже произойдет, что с Украиной. Вот она за пять лет уже деградировала. А дальше это, если продолжать бороться с русским языком, ну, это просто самоубийство. Нет, у нас нет никакой борьбы с русскими языками. он на государственном языке, он на государственном уровне у нас. Не надо забывать о наших друзьях, которые очень дорого дадут, прямо на личности, за то, чтобы тут в Казахстане устроить то же самое, где они устраивают везде. И в Прибалтике, и на Украине. Вот в чем дело. Дай бог доброго здоровья, Нур-Султан Абишевича и Сария Алпызовне. Вот, но что будет дальше? Они же изучают постоянно, и посольство Соединенных Штатов, оно действует. Ну, смотрите, Украина страна без нефтяных ресурсов. Казахстан в этом смысле очень богат. Как вам кажется, насколько сложно нашему президенту лавировать между такими крупнейшими державами, да, не становясь при этом пешкой в большой игре, как Россия, Америка, Китай? Чрезвычайно сложно. Ну, он государственный ум. И причем, ну, я точно знаю, я слышал из его уст, что он никак не хотел отделения Казахстана от России во время Беловежской пуще. Его вытолкнули. Сейчас, конечно, конъюнктура во многом изменилась, но он, конечно, понимал, чем это чревато. Чтобы выжить в этих условиях, только объединяться. нет, не обязательно политически или там народным хозяйством можно найти формулу, когда мы будем все вместе ощущать это единство и вместе идти дальше. Тогда мы сможем все вместе дать отпор. А так, если Россия останется одна или Казахстан останется один, он не сможет просто устоять это нереально. Небольшое население относительно и да, слава богу, есть нефть, это замечательное подспорье. А как вы считаете, какими качествами лидеру необходимо обладать для того, чтобы уметь держаться и лавировать между такими крупными игроками, как эти страны? Какие там должны быть качества характера? Вы же с ним знакомы? Какое впечатление произвело? Наше знакомство, последний раз мы виделись 25 лет назад, можете себе представить? Конечно, я всегда с удовольствием наблюдаю за его появлением у нас на экране, все внимательно слушаю, он, конечно, из всех лидеров, которые на постсоветском пространстве, ну, такого масштаба, их только два, Путину, и вот это желательно сохранить. Поэтому я могу сказать, смотрите на Назарбаева и воспитывайте другого лидера. Вот этот человек должен быть, ну, разумеется, умный. Это для каждой семьи нужен такой лидер. Он должен быть образован, он должен быть подготовлен. Лидера нужно готовить заранее. Тут нужно делать такую монархию. Можно сделать вывеску, так сказать. Ну, вот мне нравится, что Алиев сумел привести к власти своего сына преемственность. Это очень важно. И для Казахстана то же самое. нужно, чтобы он сам понес эту ответственность и выбрал человека и дали ему должность и готовить. Не просто, потому что простым подсчетом голосов это не решается. Какой-то академик или руководитель крупного региона один голос. И человек без определенного жительства тоже один голос. это должны быть лучшие из лучших. Самые умные, самые благородные, самые религиозные, но без фанатизма. Которые действительно любят свой народ больше, чем самого себя. Это главное качество. Возвращаясь к нашей теме репрессий, коллективизации, о которой мы начали говорить, и сказали о том, что действительно это народная катастрофа. Для нас это было тоже, для Казахстана очень тяжело, потому что практически вся интеллигенция, все духовенство было уничтожено. И если вы знаете, Казахстан это же была колония в прямом смысле слова, потому что все лагеря ГУЛАГа, Алжира, это все находилось на нашей территории. Я это прекрасно знаю. Так вот, говоря об этом, вот смотрите, есть такая у казахов хорошая пословица. У Лериза Булмайд Рэ Баэмайды. То есть пока мертвый не будет доволен, живой не разбогатеет. То есть до тех пор, пока мы не поймем и не примем этих ошибок, пока мы их не осознаем, пока мы дань вот этим вот жертвам этого режима не отдадим. Тут еще вопрос, кто мы? Я давно это осознал еще в школе, когда учился. никаких у меня таких проблем нет. Но, к сожалению, очень многие считают, что они всем обязаны советской власти. Если бы там наша империя, в которую входят 200 народов, могла бы спокойно развиваться, мы бы достигли сейчас гораздо больше. Я в каком смысле имею в виду? То есть вот что потом случилось с Советским Союзом, полностью атеистическим государством? Случилась сначала Великая Отечественная война, то есть после вот этой крови была еще большая кровь. Ну и, соответственно, потом эта вот вся структура развалилась. Советский Союз. То есть это закономерно, как вы думаете, после этого? Почему? Вот хочу, чтобы вы это проговорили. Ну, пожалуйста. Может быть, то, что я скажу, не всем понравится, но ведь когда умирает человек, когда его душа покидает тело. И он, этот прекрасный человек, он через два дня на третий становится тухлым мясом. Даже просто такой большой государств, 300 миллионов человек, не могло сразу в три дня. это был постепенный деградационный такой процесс. Душа-то покинула, потому что на одних технических достижениях ничего не сделаешь. Должна быть любовь и к Богу, и к ближнему, и к своей истории, и к своим людям, и к простым, и к академикам. Цель любого государства – это должно быть счастье народа, который это государство организовало. Вот, собственно, и все. А если просто от имени народа царствовать, ну, это все рассыпется, потому что созидает только любовь. репрессии нет. Они могут на какое-то время сохранить аппарат, всю страну превратить в концлагерь, то она будет эффективно какие-то задачи решать. Но потом все равно все развалится. Рабский труд, он непродуктивен. Вот с этой точки зрения, как вам кажется, насколько важна реабилитация репрессированной интеллигенции духовенства? Насколько это вообще важно? Любые действия в этом направлении, они важны. Это просто вот как-то об этом забыть или сделать вид, что забыть. это неправильный путь. Почему? Ну, потому что в Писании, в нашем христианском, есть такие слова, что кровь невинных вопиет к Богу об отомщении. То, что случилось с нашей страной и с нашим народом, это естественное следствие вот того коммунистического эксперимента. А это был действительно эксперимент, потому что ну, все знают фильм Чапаев, там прекрасный диалог с Чапаевым, он не понимает, что такое коммунизм, что такое интернационал. Он просто на слово поверил таким болтунам, что вот они плохие, вот эта часть населения, а вот этот хорош, надо их убить, и тогда будет хорошо. Но никогда на крови, как ни одна женщина, сделавшая аборт, она счастлива быть не может. Это было бы несправедливо. Она убивает ребенка, потому что боится трудностей, но ее постигнут трудности в гораздо большем масштабе, потому что она убийца. Здесь то же самое. А что государству дает такая реабилитация? Благословение? Трудно сказать. Потом государство это же всего лишь механизм. Это такая, как раньше говорили, это машина для угнетения одного класса другим. Народ назовем это. Вот такая массовая осознанность у нас. Народа это очень важно. Почему я говорю? Надо понимать, что очень важно, как Владимир Владимирович Маяковский, что такое хорошо, а что такое плохо. Вот это надо понимать. Я почему об этом говорю? У нас в Казахстане буквально в прошлом году началась большая мощная государственная программа, которая называется на русском языке «Духовное возрождение». Понимаете? В чем оно выражается? Ну, вот смотрите. Как раз таки сакральные места казахстанские это все там большие карты, это книги, это фильмы документальные исторические о репрессированных, о том, что происходило, с подробным анализом. Это надо проходить в школе. Обязательно. Этого недостаточно. Ну, и, конечно, через телевидение создавать такие, потому что, ну, кинофильмы, которые бы просвещали. Наверняка вы знаете, что уже несколько лет, достаточно давно, в Казахстане проходит съезд лидеров мировых и традиционных религий. Да. Что можете сказать об этом мероприятии? И об как-то инициативу такую можете прокомментировать казахстанскую? К сожалению, никаких подробностей не знаю, потому что у нас, ну, только заголовки новостей в этом направлении. Наших журналистов либеральных, а так и их большинство. Это особый такой круг людей, у которых свои интересы, в отличие от нашего государства и от нашего народа. не дают даже понять. Поэтому я ничего не могу сказать, но как идея... Я вам расскажу приблизительно. Как идея это, мне кажется, что это очень правильно. Потому что вот у меня нету никакого антагонизма к мусульманам. со времен хана Узбека мы с мусульманами сталкиваемся. И никаких у нас не было ни религиозных войн. Наоборот. Хорошо православному хорошо будет мусульманин. Ни один мусульманин не может пожаловаться ни на одного христианского священника. У нас всегда были отношения идеальны. Вот собственно и все. Поэтому если мы хотя бы на очень неглубоком уровне узнаем друг друга, хотя бы чему мы учим, чему моллы учат свою уму и что православные духовенцы учат свою пасту. нам будет очень комфортно жить, потому что у нас общие корни, мы люди книги, это уж какие-то сектанты, там, как Кадыров говорит, шайтаны режут человеку голову только за то, что он христианин. Этого в исламе нет. Мы никакие не неверные, мы веруем в единого Бога. И любому мусульманину мы можем рассказать, в чем наша вера. Мы совсем не язычники, мы не в трех богов вера. Все можем рассказать, показать, объяснить, если хочет знать. Я всегда говорил, что если бы я жил в какой-то стране, где ислам главной религии, я бы детей отдал учиться туда, чтобы они понимали, где они живут. Воспитывал я их, конечно, по-христиански, это понятно. Потому что идеал нравственный у христиан выше. Если тянешься, еще арабские лошади так прекрасно, потому что им корм ставили дальше, и они вытягивали шеи. Поэтому это так прекрасно. И Алхат и Кинз тоже. Поэтому вот у меня был друг Царства Небесного Чингис Тарикулович Айтматов. И вот я говорю, Чингис, а почему вы выбрали для Соромана вот такую тему духовной семинарии, там Богородица в снегах. А он говорит, а все равно лучше Христа мы нравственное дело не найдем. Он там много напутал. Я ему даже не редактировал, но указывал на его ошибки. Вот они такие очень смешные. Потому что не знает человек православия. вот и ну само то, что его интересовали такие человеческие, гуманистические, философские вопросы, хотя он был атеист, но вот все равно искал правду там. Вот это очень ценно. И поэтому вот казалось бы, человек воспитанный в исламской культуре, а он стал известен на весь мир писателя. то, нашло отклик. Вот смотрите, батюшка, вы, наверное, тоже знаете, что была огромная депортация в Казахстан. Огромная. И то есть вы должны четко себе представлять, что количество национальностей, конфессий, проживающих сегодня на территории Казахстана огромно. И при этом на протяжении стольких лет ни внутри Казахстана не возникло ни одной сложной напряженной ситуации по каким-то национальным или религиозным вопросам. Вначале, когда Казахстан отделился, были очень проблемы большие с русским населением. Но там было на этапе встановления, именно когда во время развала Союза. Выгоняли прямо из домов, угрожали перерезать. Это все было, это мне тоже известно, потому что у меня и священников там много знакомых, сейчас связи, к сожалению, уже все потерялись, и вот просто мне некогда ездить в Казахстан. Ну, то есть в настоящее время и на протяжении уже долгого сша... Уже все нормализовалось. Очень, да, очень все хорошо. У нас все национальности, которые проживают в Казахстане, их очень много, имеют. У нас есть Ассамблея народа Казахстана. То есть это такой орган, это такое соединение, где участвуют представители всех-всех-всех национальностей и конфессий. Это замечательно. И вот смотрите, ни внутри страны, ни за пределами Казахстана у нас не было никогда ни с одной страной какого-то конфликта за этим. Вот это говорит о мудрости президента. Ведь это же очень трудно. Нужно за всем следить. Ну, это во-первых. А во-вторых, это говорит о том, что наши друзья они ждут. Я не думаю, что если будет ну, хоть какая-то возможность, они тут же пришлют своих экзархов, как на Украине, начнут. Как это будет происходить? Они делают всегда по одной схеме, очень легко сказать. Они рассмотрят всю, весь спектр. оппозиции и так далее, всяких НКО и будут помогать им деньгами те, которые будут работать в их направлении. Вложат миллиард, другой, третий и завербуют, перевербуют и начнется. ЖУС пойдет на ЖУС и так далее. Они действуют, разделяя властвую. Это их все устраивает. Поэтому огромная политическая воля у Нурсултана Бишевича, большой государственный ум. И благодаря этому он это все удержит. Потом и характер у него такой размеренный, спокойный, выверенный. Это конечно, ну это просто дар Божий Казахстану. Вы действительно так считаете? Да. А у меня нет их подробностей. Христос нас научил. Дерево судят по плодам. Вот зимой поймешь, из-за дерева. А осенью, а груша, значит это груша. Так же и здесь. Поэтому если вот эта тенденция будет продолжаться, тогда... То есть вы судите о нашем президенте по результатам его работы? Да, только. Только. Чуть подробнее об этом продолжите, пожалуйста. Ну, у меня все равно очень мало сведений. Во-вторых, я не политик, я не политолог, я не хозяйственный какой-то деятель, я ничего не понимаю в экономике, для меня это темный лес. Но по ощущению мне лицо человека скажет гораздо больше, чем какие-то цифры, проценты и прочее. Спасибо. Как вы вообще считаете нашему обществу сегодняшнему религия как таковая нужна? Понимаете, а нашему обществу нужны ноги. Или отпилим всем, пускай дом сидит. Религиозность это врожденное свойство психически нормального человека. Если человек нерелигиозен, я как человек без глаз или без ушей, или без какого-то без легкого. Ну, это уродство. Нет такого народа в истории мира, который был бы нерелигиозен. Наше атеистическое общество его создали искусственно, путем уничтожения книг, носителей, религии, учителей. И выросло поколение просто бояться зайти в церковь. Которые верят в такую ахинею. В 21 веке это вообще созвездие рыб. Опять, никакой созвездия нет в природе. Как можно верить в то, чего нет? это просто случайная проекция светил на сетчатку глаза человека. А если человека отодвинуть, допустим, на Луну, там будет другая совершенно, другие созвездия. То есть, те, которые видны на Земле, они выглядят так. на самом деле их нет, потому что они в пространстве летают по своим орбитам. Как Вы считаете, что нужно делать людям, чтобы быть просто счастливыми в независимости от веры, от национальности? Независимо от веры это невозможно. Человек любой, отдельно взятый, он может для себя создать на Земле рай. И чем больше людей озадачатся этим, они это сделали. Это можно в масштабе семьи. Человек встретил, ну, человек как мужчина, он встретил женщину, она ему понравилась. Что это значит? Он считает ее красивой, считает ее доброй, он хочет ее постоянно видеть, он ей делает предложение, а ты не хочешь ли со мной составить семью, а ты не хочешь ли мне родить детей, а ты не будешь убивать моих детей? И они начинают жизнь. Сначала трудно, а потом приходит счастье. Потому каждый ребенок это счастье. Чем больше детей, тем больше счастья. Потом семьи объединяются, получается народ. Счастье на земле, оно не зависит от орденов, от нефти, от зарплаты, от какого-то автомобиля. А очень часто бывает так, и у нас в Казахстане тоже очень популярная модель, когда она ему говорит да, и рожает ему детей, и они живут долгую жизнь, до определенного времени, а потом он заводит себе еще одну семью, женится на молодой женщине, оставляет ту, с которой прошел весь этот сложный путь, потому что она уже где-то постарела, где-то уже она не так хороша, а у него есть деньги, они вместе заработали, они вместе поднялись. У нас в связи с утратой религиозных основ нашей жизни вместо счастья возникает безобразие, но я же не об этом говорю, я только говорю о тех людях, которые захотят быть счастливы. А что нужно делать для того, чтобы в семье это счастье сохранить? Для этого нужно сохранять заповеди Божии. есть заповедь «Не прелюбодействуй», есть заповедь «Не воруй», есть заповедь «Не ври, не клевещи», есть заповедь «Почитай Бога». Человек родился на этой земле голеньким, он не умел ни ходить, ни добывать себе пищу, он умел только орать и пачкать пеленки. Все остальное и гору Калиманджара, и золотые приски, и рыбные ресурсы, все ему дал Бога. Поэтому человек должен относиться как к дару, причем временно. А если человек хочет свое счастье продлить в вечности, он должен жить так, как велит того Бога. Тогда его блаженство семейное распространится на вечную жизнь, когда его душа уже пойдет к Богу. Тогда что такое Бог? Что есть Бог? А Бог это не что, это кто? Это тот, который нас сотворил по своему образу и подобию. Он нам Отец. Мы его называем Отцом. Он все бытие создал. Начиная от слона и кончая последним вирусом. Как вам кажется, что нужно делать, не назову это государство, потому что вы сказали это машина, так скажем, власти для того, чтобы народ был более религиозным, более просвещенным. Для этого надо та религия, которая доминирует, обычно такая не одна. Вот помню, президент Казахстана при мне сказал, может быть, это была такая речь, рассчитанная на гостей, но он сказал, что на двух китах держится Казахстан. Это ислам и православие. Надо в силу того, что религия это есть основа нравственности, то каждому государству нужны честные, работящие и преданные самонароду люди, а без религии их не воспитаешь. У них нет мотивации. поэтому главный предмет в школе дост не физика, не математика, не экономика, а религия. Батюшка, а вот когда вы услышали эту фразу о том, что Казахстан стоит на двух китах, как для вас это характеризовало казахстанского лидера? Что вы подумали о нем? что он то, что видит, то и говорит. Потому что если начать православие гнобить, ну, русские уедут. Но потерять русских это же безумие. Это подорвать основы культуры, экономики, нравственности. А когда вы с ним познакомились, что это были за обстоятельства? Вы сказали 25 лет назад. Мы приехали в Казахстан, чтобы заколожить камень в Алма-Ате Христа Спасителя. И Нурсултан Абишевич присутствовал, патриарх Алексей освящал. Сейчас вот храм стоит и радует прихожанам. У вас была возможность долго пообщаться? Довольно долго. Было в течение я не помню сколько визит длился, по-моему дня три. Президент выслал за нами свой самолет. И поэтому было несколько встреч. Ну, я уж не помню, что это было. Завтрак, обед, ужин. три, я помню, более-менее. И там были общие разговоры. Что тогда вы еще для себя вынесли из этой встречи? Поделитесь побольше впечатлениями, пожалуйста, о чем вы говорили? Какие выводы для себя, может быть, сделали? И насколько тогда ваши впечатления совпадают с сегодняшним днем? Ну, если была встреча, то я бы мог оценить. А так, конечно, я говорю, на основании кратких сообщений о том, что происходит, нету реально. Ну, ваши слова достаточно мне. Я вижу, что вы не врете. Поэтому. Расскажите о тех впечатлениях. Ну, о тех впечатления меня поразило, что он болезненно реагировал на развал СССР. Шутка развал СССР. Это развал моей страны. Целую. Цари созидали шестую часть суши, а здесь это отдали вам Крым, пожалуйста, вам Прибалтика, пожалуйста. Петр Первый деньги заплатил за это. Это куплено давно. 300 лет тому назад. Какая Прибалтика. Вон Баски или там Валийцы хотят отделиться. Кто им разрешает? Это так каждый может. Черемушки отделить, потом Солнцево. Еще что вам запомнилось? Ну, вот это наиболее ярко. А так все. И манера его речи, такая рассудительность. В общем, просто такой обаятельный человек. Говорит на прекрасном русском языке. И вот он удивительно умел и вот с патриархом разговаривать как-то очень деликатно, без какого. Ну, в общем, замечательно. он бы дипломатом был прекрасно. Такая восточная мудрость, да? Восток дело тонкое. Не знаю, я так весь какой-нибудь институт воздушных языков кончил, я, может быть, в этом разбирался, но производит впечатление, как у нас сейчас модно достойного человека. вы сказали о том, что очень сложно лавировать между такими странами, потому что действительно Надзарбаев он старается, он старается не перед кем, не прогибаясь, сохранять свою позицию, все равно работать в интересах своего государства. Возможно, благодаря этому мы не пошли по пути Украины. Просто насколько лидеру, да, вот такой страны, как Казахстан, что нужно делать, каким надо быть для того, чтобы удерживаться на плаву. Вот политику, так скажем. Понимаете, на плаву это одна задача. Чтобы удерживаться на плаву, нужно как можно больше демагогии. Но надо служить саму народу так, чтобы он радовался тому, какие положительные изменения постоянно в стране происходят. Чтобы народ это чувствовал. эту заботу. Ведь глава нации, он должен быть отцом нации, а не деспотом. Вот смотрите, очень много же примеров в истории, когда одно неверное слово, действие руководителя президента, да, повергает страну в пучину, я не знаю, войн, конфликтов и самые разные... Ну, это бывало в древности, когда народы были молодые, а сейчас такого уже нет. Ну, и потом президент Казахстана, он давно у власти, он еще при коммунистах занимался, большой пост. То есть, он прекрасно понимает, да, что есть разные угрозы, что вот это, о чем мы говорили. Я думаю, что совершенно понимает, не хуже, чем Путин. То есть, у него нет никакой горечности, у них хорошие отношения, я думаю, у них все просто в полном адекватном состоянии. Если бы такие были все у нас соратники, то было бы замечательно. Потому что вот почему Россия стала такой державой? Потому что это была единственная возможность сохранить себя в безопасности. Поэтому весь этот континент над лошадях русские люди, ну я имею в виду русские все, имеется в виду все 200 народов, они этому послужили. И пожалуйста, никогда ни религия никак ничья не уничтожалась. был конфликт со старообрядцами, которые вели антигосударственную внутреннюю политику. Но потом, как только это ослабло, разрешили, пожалуйста. Вот. И так далее. Поэтому царские режимы, они старались сделать для благонарода и вот захват постепенной колонизации, ведь у нас была не то, что в Соединенных Штатах Америки, где, ну, уничтожали племена индейские, здесь никогда никого не уничтожали. Но наоборот, включали в созидательный труд. А кто желает, получал образование. Под нас министр был и из армян, и там грузинские князья, и всем, даже евреи, такой обособленный народ, и то считали Россию наиболее благоприятной из всех стран. Четыре пятых всего еврейства жили в России. Вот насколько важно государству эту политику сохранять? Потому что для Казахстана это тоже актуально, вот эти ваши слова, понимаете, с учетом того, безусловно. Потому что без России Казахстан не выживет как государство. Это надо очень хорошо понимать. Это аксиома. Это первое. И никакой народ кроме русского не будет к нему относиться как к самим себе. А для русских нет проблем этнических. Женятся и выходят замуж за кого угодно. И так всегда было. Это мы это не мы. Нет Россия вбирала в себя имперское сознание. Это благо. Хотелось бы еще чуть больше вас послушать по поводу прогноза по развитию ислама. Как вы думаете, что будет происходить дальше с этой религией? Не малейшего. По крайней будет постепенно в Европе. Через 20 лет Европа будет исламской. Чисто арифметически. Через сколько лет? Через 20. Через 20 лет. Вы застанете, я вряд ли. Но Европа сейчас уже вся черная совершенно. То есть во Франции все французы. Ну вот 70 процентов населения темнокожие. Нет, не сесть меньше. Но очень много. Да, конечно. Заметно для глаза. Заметно, да, действительно. Ну вот у нас этот процесс будет во-первых помедленнее, а во-вторых татары ничем от нас не отличаются, поэтому незаметно в толпе кто татарин, кто русский. А как вам кажется, экстремизм это тоже результат религиозной безграмотности? Конечно. Просто молодежь обманывают. Она зажигается быстро. Вот их ловят на том, что справедливость, несправедливость. Спасибо большое, отец Дмитрий. Пожалуйста. Все. Я на все ваши вопросы? Да, да. отец. Спасибо. Продолжение следует...